Позвольте мне сказать несколько слов о том, что говорили мне люди, в основном, примерно вашего возраста. Мы были где-то год назад, в мае, встречались в Женеве. Я выступал перед этой конференцией, где господин Аннанд, бывший генеральный секретарь и мой прежний фактически шеф по ООН, скончавшийся несколько месяцев назад. К сожалению, мы были там с господином Аннандом и несколькими отставными, высокопоставленными чиновниками, должностными лицами ООН в Женеве и представляли эти вопросы. Многие из вас знают Моргана Фримена, американского киноактера. Хорошо, да, он достаточно известный актер. Кофи Аннанд после ухода с поста генерального секретаря и его супруга, которая была шведка, поехали в дальнюю швейцарскую альпийскую деревеньку и жили в небольшом шале, примерно недельку, в таком совершенно безмятежном окружении, пасторальном окружении. И господин Аннанд сказал супруге, что здесь все-таки скучновато, поедем в деревушку, выпьем кофе в кафе. Они, значит, спустились в деревню, в это село, в местное кафе, там сидело несколько человек, они, значит, о чем-то там дискутировали. Но как только господин Аннанд вошел в кафе, они замолчали. И они, значит, сперва переглянулись, потом посмотрели на него, потом вновь переглянулись и стали шептаться. Значит, кофе Аннанд сели в углу и, значит, выпили по чашке кофе. А потом они, значит, присматривались, все время бросали взгляды вот эти вот швейцарские, значит, мужчины. И кофе Аннанд, который пил свой кофе, кстати, в эту минуту, чувствовал себя неуютно под этими взглядами. И он сказал, Женя, пойдемте. Один из мужчин подошел к ним. Простите, сказал он. Позвольте попросить ваш автограф, господин Фримен. А кофе посмотрел на жену и сказал, скажите, что мне делать? А она ему ответилась. Напиши, а фримен, что замечательный кламбур на английском языке, что означает свободный человек. А фримен. То есть кофе Аннанд подписал эту книгу словами. И мне кажется, что я помню, во время выборов генерального секретаря ООН, кто-то сказал, кто хочет сделать перерыв на кофе. И кофе Аннанд был избран генеральным секретарем. Но, тем не менее, ООН – это колоссальная организация, очень сложная, разветвленная. Но у генерального секретаря роль, скажем так, почти как у врача, не навреди. То есть речь идет об использовании личностных качеств и, опять же, поиска путей взаимодействия и компромисса. Перед началом Второй Иракской войны господин Аннанд должен был и поехал в Багдад для переговоров с господином тогдашним вождем Ирака Саддамом Хусейном и его министром иностранных дел Тариком Азизом. Кофе Аннанд поехал в Ирак, и Мадлен Олбрайт сказала, будьте убеждены в том, что вы не переступите через Красную линию. Кофе Аннанд поехал в Багдад, вернулся в Нью-Йорк и сказал, Мадлен Олбрайт, мы достигли компромисса, Мадлен Олбрайт хотела видеть эту бумагу. Кофе Аннанд сказал, нет, я не могу, собственно, вам только предоставить эту информацию, я могу ее обнародовать перед 15-ю государственными членами Совета Безопасности, что и было сделано. И он фактически описал эту встречу, которая более или менее напоминала похороны, потому что фактически доминирующее положение в Соединенных Штатах производило зловещее впечатление. Еще один вопрос, который мне хотелось бы обсудить, это Косово. Когда я был назначен представителем ООН на Украине в 2014 году, несколько лет до этого я служил в Белграде при режиме господина Милошевича. И встретившись с президентом Кучмой в Киеве, по приезде в Киев, я вручил верительные грамоты президенту Украины, и я полагал, что мой следующий визит будет в Российское посольство. Послом тогда, как известно, был Виктор Степанович Черномырдин. Я встретился с господином Черномырдиным, и ко мне подошла вот еще одна бабушка, между прочим. И эта бабушка предположила, что флаг ООН – это флаг партии регионов, что, значит, я представляю партию регионов. Ну, я сказал бабушке, что она ошибается, и вошел в здание посольства, где я встретился с господином Черномырдиным. И в первую очередь господина Черномырдина интересовал вопрос о Югославии и о Косово. Почему? Дело в том, что Виктор Степанович играл большую роль в переговорах в Рамбуе, которые привели к, значит, разрешению Косовского кризиса в то время. Чего я не знал, однако, это то, что мне... Я удостоился большой чести встретиться с господином Черномырдином, потому что обычно он просто не встречался с другими послами. И в случае какого-то дипломатического вечера или приема, он попросту держался особняком, как очень крупный политический деятель и бывший премьер-министр. Говоря о Косовском кризисе и о бомбардировке Белграда, НАТО и Европейский Союз, согласно господину Аннонту, полагали, что трехдневной бомбардировки Белграда будет достаточно для остановки гуманитарной катастрофы в Косово и к свержению господина Милошевича. Однако это была совершенная ошибка, фактически неправильная оценка политической ситуации в Сербии, которая, судя по всему, очень скоро и так бы привела к смещению господина Милошевича. И в действительности бомбардировка Белграда привела к исключительно неблагоприятным последствиям как раз таки с точки зрения политической ситуации в Сербии. И любопытно, что существенное отличие состояло не в Косовском кризисе, не в бомбардировке Белграда. Хотя НАТО сегодня считает, что бомбардировка привела к смещению господина Милошевича, но мне кажется, существенную роль здесь сыграло российское вмешательство, когда Россия сказала Милошевичу, что мы перекроем вам газ. И это, мне кажется, сыграло колоссальную роль в демократическом переходе в Сербии, как это не может показаться парадоксальным. То есть, фактически, мне лично кажется, что Россия сыграла большую роль, и это сыграло также большую роль в общей геополитической ситуации, включая, и сегодня существует мнение о том, что Россия и Украина находятся в состоянии войны. Я лично считаю, что исключительно позитивным феноменом сегодня следует считать, что Российская Федерация по-прежнему остается в составе Совета Европы, и я лично хотел бы видеть Россию в Совете Европы как государство, с которым мы по-прежнему можем вести диалог. Господин Аннанд, в бытность генеральным секретарем, ему приходилось заниматься, как вы понимаете, конфликтами в самых разных частях света, и в частности, я говорю о восточном Тиморе. И, как известно, борцы за свободу, тиморские так называемые повстанцы, сражались с индонезийскими властями, был проведен референдум. Однако индонезийская армия стала разрушать инфраструктуру Тиморе перед тем, как отвезти войска. Господин Аннанд посетил президента Индонезии, который отрицал любую попытку разрушить тиморскую инфраструктуру. Однако перед лицом доказательств, которые были представлены Кофе Аннандом, индонезийское правительство вынуждено было согласиться на отвод войск. И восточный Тимор, по сути, стал независимым. Я, кстати, тоже участвовал в урегулировании этого кризиса, будучи представителем генерального секретаря ООН. И мы участвовали в заседании Совета безопасности, которые привели к фактическому урегулированию статуса восточного Тимора. Господин Кофе Аннанд принимал большую роль в попытках урегулирования ближневосточного кризиса, в частности, в Палестине. И он полагал, что в урегулировании и мерных переговорах на Ближнем Востоке должно участвовать гораздо большее число государств. Мы говорим о так называемом квартете держав, который сыграл немалую роль, в том числе во время президентства господина Клинтона, но, увы, мы понимаем, что значительная часть попыток ближневосточного урегулирования наталкивались на нежелание Ромалы. Господин Аннанд посетил тогда господина Арафата и попытался склонить палестинскую автономию к соглашению. Кофе Аннанд сумел привлечь на свою сторону Хавира Солана и фактически вместе они уговорили Соединенные Штаты ввести в квартет Россию. Однако деятельность квартета, держав в ближневосточном кризисе, к сожалению, не достигла цели, не достигла успеха, не в последнюю очередь из-за внутренних противоречий. И зачастую любые шаги Израиля оправдывались на фоне резолюции Совета безопасности ООН. Поэтому господин Аннанд во многом считал это неудачей. Причина, по которой я иллюстрирую, почему я в известном смысле посвятил свое выступление господина Кофе Аннанда, состоит не только в личных воспоминаниях и дании памяти, которые я воздаю этому безусловно выдающемуся человеку, но и теме моего сегодняшнего выступления, а именно понятие многостороннего мира, так называемого мультилатерализма и его экологии, которую я считаю состоит из нормативных и правозащитных основ. Мы говорим, по сути, об общем наследии человечества. От самых, можно сказать, первых заповедей авраамических религий мы на протяжении тысяч лет разработали нормативную базу, которая, по сути, должна отвечать на все возрастающую сложность нашего мира. Впервые на сегодняшний день с, можно сказать, 14 века мы говорим о установлении нормативных правил. И я хочу сказать, что сегодня мы говорим о конвергенции наших отношений, о необходимости поиска общих интересов. Поэтому консессус невозможен без уважения к нормам международного права. Ранее, во время конференции еще школы в Берлине и в Риге, в Стокгольме, я не раз говорил о необходимости попыток достижения большей социальной сплоченности между государствами, которые сегодня в мире, к сожалению, находятся на самых различных, в самых различных, можно так сказать, экономических категориях. И в международном праве, в системе международного права мы наблюдаем консолидацию ценностей на протяжении десятилетий после Второй мировой войны, которые нашли воплощение в целом ряде основополагающих документов. И это относится как к Европе, так и к Америке и к взаимоотношениям между континентами. В какой мере международное сообщество способно и в будущем говорить о развитии этой нормативной среды, мы, конечно, пока не знаем. Позвольте сказать еще несколько слов о глобализации. После Второй мировой войны и образования ООН мир прошел через период крушения колониальных империй, и ООН посредством ряда своих комитетов, комиссий и агентств находилась и, в известном смысле, находится в авангарде помощи государствам, которые возникли на обломках европейских колониальных империй. И в связи с этим нельзя не упомянуть Тимоти Снайдера и его недавнюю работу, посвященную этим вопросам. Поэтому так называемая постимпериалистическая глобализация проходит довольно болезненно. За это время, последние десятилетия, многие из многосторонних игроков вышли наперед в странах бывшего Третьего мира, в развивающихся странах, включая неправительственные организации НПО, организации гражданского общества, частный сектор. И они объединили свое усилие, вышли на это поле. И преимущественная роль ООН в развитии постимперском этих стран в середине XX века постепенно стала терять свое значение с точки зрения их относительной важности в отношении тех вопросов, которые касаются этих стран. Почему она упала? Потому что вступили на это поле другие игроки. И это должно было произойти, это должно было быть более широкое поле. Поэтому не следует оплакивать в том смысле, что мы видим снижение роли ООН в относительном масштабе, в относительной доле. Однако роль ООН остается крайне важной в стратегическом смысле. И я вернусь к этому, когда я буду говорить про цель устойчивого развития. Эволюция технического, научно-технического прогресса и инвестиций играли ключевую роль в нашей становящейся все более глобализированной экономике и получила дальнейшее развитие после Второй мировой войны и особенно после информационной революции. Кстати, я полагаю, что я, когда начинала работать в ООН, а я проработал с ООН с 1976 по 2009 годы, весь мир был разбит на два лагеря. Был социалистический рак, лагерь, которому вы по большей части принадлежали, и был, так сказать, капиталистический блок. Это западные народы, западные страны. И мы не могли в ООН говорить про частный сектор, гражданское общество. Это было в абсолютном табу. Мы единственно могли говорить про право управления. Мы говорили вопросы суверенитета, которые выходили наперед. И, собственно, немедленно, сразу после периода распада колоний. И мы старались сделать все, что мы могли, работая только на уровне правительств. Однако после Второй мировой войны эти ситуации раскрылись, и мы могли теперь работать и с частными секторами, и с неправительственными организациями. И это привело к улучшению ситуации. Однако теперь мы должны сделать какие-то корректирующие меры. В дополнение к этому концу Второй мировой войны, несмотря на конфликты за денег, все же мы видим, снижается число смертельных жертв в результате как социального насилия, так и военных действий. И раньше был вопрос, кто-то из зала задавал вопрос в отношении истерии войны. Насколько она реальна, война. И я думаю, очень важно знать, что не только у нас не было мировой войны с 1945 года, у нас помимо этого и число жертв вооруженных конфликтов, оно продолжает снижаться. И это хорошо. Хотя межгосударственные конфликты стали реже, все же конфликты внутри стран возрастают. Однако глобальный индекс мира показывает, что мир в прошедшие десятилетия стал чуть меньше мирен на многих странах, потому что мы видим глобализацию терроризма и другие меры противодействия террористической угрозы, которые принимают страны. Другое великое достижение многосторонности мультилатератализма с конца Второй мировой войны это рост корпуса международного права и глобальных норм права. Есть многосторонние договоры, есть конвенции, есть рамочные соглашения и стандарт, устанавливающие учреждения, такие как организация Бреттон-Вудзе, Всемирный банк, Международный валютный фонд. Но все соглашаются, что ООН, они уже заждались реформ в ООН. И я с этим абсолютно и совершенно согласна. Возникновение Европейского союза после 1952 года, 50-го года, с декларациями соответствующие Шульмана с ранних союзов стали и угля, они наиболее явный примен, потому что это суперэксперимент наднационального единства, основанный на сообществе государств, которые отказались от ряд прерогатив суверенитета и выстроили совершенно вопрос в отношении увеличения интеграции и в отношении субсидиарной ответственности. Однако даже при всем при том, что в ЕС мы тоже видим возрастание национализма и популизма. Я вернусь к этому, когда буду говорить про ЕС, к этой теме. Я, к слову говоря, прямо сейчас перехожу к этой теме, потому что та речь, о которой Тимати Снайдер 9 мая, американский профессор выступил с выступлением, 9 мая это День Европы, это декларации, юбилей декларации Роберта Трумэнда в отношении его видений послевоенной Европы. Это, вы знаете, и День Победы над фашизмом и нацизмом. И представляете, что это результат создания, кстати, Израиля, тоже юбилей. Снайдер сказал, и я цитирую, что Европейский Союз исходно было то создание тех... создан было все государства, уже распадающихся европейских империй. Хотя сейчас он хочет себя представить как попытка не воссоздания Европейской империи, а каких-то невинных государств. После полутысячелетия империи попытка с этим справиться, это очень болезненно. Однако, мы должны признать, что Европа прекрасно воскресла из эпохи империй. Однако, вы думаете, теперь я говорю уже про Шнайдера, но он как раз упомянул шестое государство, член Европейского Союза, по сути. Это Германия, Франция была, Италия, Бельгия, Нидерланды и так далее. Это были все империи в прошлом. И они как империи проходили период распада. А когда они объединились для того, чтобы создать Европейский Союз по стали и углю, это был совершенный сдвиг парадигмов в природе отношений между странами. Точно так же, как после Первой мировой войны, Лига наций была создана, опять же, именно на обломках и руинах прежде сосуществовавших империй. Тимоти Снайдер продолжил свою мысль и стал ее развивать, объясняя, что вы, европейцы, более, чем ваши мифы национализма, вы превыше их. Но для того, чтобы стать выше, чем они, для того, чтобы представить нам ту надежду, которая нужна всем нам за пределами ЕС, нужно все-таки примириться со своей историей, постоянно рассматривать ее под критическим углом зрения, чтобы увидеть то, за что вы отвечаете, каким образом вы можете изменить это дело в будущем. Европейский Союз, как утверждал Снайдер, был выстроен на обломках распадающихся империй. И опять же, после 98-го года, 91-го года, 89-го, как говорит докладчик, после падения Советской империи, Европейский Союз расширился, включив страны, которые ваши были частью этой империи. А кто-то утверждает, что Россия по-прежнему империя, не вернусь к этому. Когда в 90-е годы, в 2000-е годы расширился ЕС, по сути, он предоставил дом тем государствам, которые были созданы после Первой мировой войны. То есть Европейский Союз, как сказал Снайдер, является ассамблеей двух типов государств. Первый – те государства, которые были в центре империи, то есть составляли империи, и те государства, которые считывали как периферии этих империй. И все это имело в виду, опять же, империи. И даже в моем собственном случае, я ведь ирландец. Восникло после Первой мировой войны как независимое государство. Оно откололось от Британской империи. Поэтому это так и есть, что мы тоже являемся бывшей периферией другой империи. Мы поговорим про Брексит позже, если у нас останется время. Он говорит, что Европейский Союз – это нечто новое. И без этого я опять на этом закончу цитировать и вернусь уже к Роману Проди. Роман Упроди однажды сказал, Европа – это союз меньшинств. Даже Германия в меньшинстве в Европейском Союзе. В действительности, даже если бы Россия присоединилась, она бы стала в меньшинстве в Евросоюзе. Теперь давайте посмотрим на результаты выборов в Европейский парламент, которые прошли на этой неделе. Это были выборы, которые прошли во всех 28 государствах-членах ЕС. Не в местный парламент, не в национальный парламент, а именно в выбор деглигатов в Европейский парламент в Страсбурге. И по большей части эти выборы на странном уровне были похожи. Возможно, во многих странах тоже проходили одновременно или референдумы. Например, в Ирландии у нас были выборы в наш местный муниципальный совет. Во многих странах это было. Также мы проводили одновременно и референдум для того, чтобы у нас легче прошел развод, как мы называем, на семейном уровне. Однако, если вы посмотрите на результаты парламентских выборов, по мере того, как они и сейчас публикуются, прямо в момент, когда мы сейчас с вами разговариваем, мы видим коллапс бывших центристских мажоритарных партий. Две основные группировки, которые были до этого в Европейском парламенте. Центрально правая Европейская народная партия, и с левой стороны были социалисты и социал-демократы. В то время как остальные крупные блоки тоже потеряли позиции большинства, мы видим нарастание новичков, так называемых зеленых партий. И я думаю, во многом это касается с этой 16-летней девушкой из Швеции, Греты. А также мы видим частичный сдвиг вправо к крайне правым странам. И здесь интересно, когда смотрится. Самые широкие завоевания были либеральными старыми партиями. В самом большом числе стран. И опять же, то, что либералы, какие они завоевания, куда как превышают те завоевания новых мест парламента, которые крайне правая партия получила. Как похоже, в целом была больше явка на эти выборы по сравнению с выборами 2014-го, например, года. И это мы видим исторический сдвиг. Куда больше вовлеченность и участие самого народа, людей на выборах в Европейский парламент. Это не только важно, это еще и хорошо. В Европе было куда как больше явка на выборы в целом, которые преимущества в таких странах, как Австрия. Мы видим, что происходит с господином Штрафе. Кто мог подумать, в Хорватии, в Чешской республике, в Дании, во Франции, хотя феномен Липен – это нечто другое, в Германии. И в Венгрии, в Польше, в Румынии, в Словакии и здесь, в самой Испании. Поэтому люди, народы Европы, больше легитимность наделяют. Право сознания их превышается больше в выборах Европарламента. И мы видим все больше, была статья недавно, британской Гардиан, сегодняшнее утром. Это приход подлинной разнообразии в Европейский парламент. Как говорил Джон Хенли, и я его цитирую, разбитый на фракции Европейский парламент, вполне возможно, это то, что нам нужно. Именно отражение сложного большинства, которое может увести эту ассамблею от чисто технической до политической роли. Конец цитаты. Поэтому коалиция в отношении тех вопросов, которые важны для всех, станут на повестке дня. И будем надеяться, мы увидим принятие подлинного, демократического, подлинно репрезентативного Европейского парламента, где не будет одной единой доминирующей факторе, не будет гласа большинства. Все оказались в меньшинстве, но взаимоуважение и консенсус, борьба к консенсусу станут ключом к их работе. Как оно, я считаю, и должно быть в ООН, несмотря на важность большой пятерки. Меньшинства теперь должны работать совместно, чтобы найти общую почву и спасти не только Европу, но и планету в целом. И мы должны начинать диалог по общим ценам и о подъеме новых ценностей. Позвольте мне сейчас сказать несколько слов о Брексите, прежде чем мы перейдем к иным темам. Альварос совершенно справедливо указал, что последующие все политические, неважно, какие тут власти, консерваторы, либералисты, либеральные, все время все правительства в Великобритании постоянно покаливали пальцем на Брюссель и на них располагали вину за все неудачи в самой Британии. Однако, если вы посмотрите на то, как голосовали в 2016 году за Брексит, и даже как сейчас показывают опросы, попреимущественно, совершенно поразительно, все это было в тех регионах, как в так называемый ржавый поезд в Великобритании. Бывшие промышленные регионы, где раньше были хлопковые фабрики, и были они угольные шахты, стали литейное производство. Вот именно там люди больше всего голосовали за Брексит. Однако ведь не Европа проигнорировала все эти проблемы. Их, собственно, в 1936 году еще, когда король Эдуард VIII поехал туда с визитом, поездил и говорил про необходимость что-то сделать с этими сообществами, которые так страдают. И тогдашние британские власти скворили, жаловались на маргинализацию этих людей, и это привело, кстати, к отречению короля Эдуарда VIII. Ну, нашли предлог под тому, что он женился на воле Симпсон, на американской разведенке, но в действительности британский монарх тогда просто буквально указал пальцем на свои правительства, своей страны, а это он не должен был сделать. Однако, если бы его тогда послушали, у нас не было бы сейчас демонизации Евросоюза, Брюсселя, на кого якобы возлагаются все вины за все то, что не идет не так в Великобритании. Посмотрите, недавняя новая партия по Брекситу, и те, кто выступали со стороны Турия за Брексит, на них приходится 44% их электората, а те, кто были позже, на них приходит 40 всего процентов. Но мы видим, что либористская партия еще им 10%. Вполне возможно, что на Брексит сейчас проголосовало бы не 52% за Брексит. Вот, может быть, поэтому те, кто за Брексит, не хотят второго референдума, потому что, наверное, они бы проиграли. Когда страны подрывают международные договоры или выходят из них и предпочитают двусторонние отношения или даже односторонние, как очень часто было с США делом, с Россией, со многими другими, они работают против общих интересов. И очень часто они оказываются вопиющими странами, вопиющими, нарушающими международными отношениями. Вполне возможно, господин Прон считает, что хорошо выстроить империю с точки зрения коммерческой, но результаты вот этого нового неоимпериализма, особенно когда мы говорим о доктрине, возвращении к доктрине полной доминирования везде и всюду, которая, конечно, обидирается на диктатуры, на популизм во всей стране, в то время как это совершенно игнорирует интересы других и в конце концов является антиглобалист против всех ценностей, вообще против мира в целом. Это совершенно неправильное мировоззрение, совершенно иной образ себя, в то время, когда, более чем когда-либо, Хагрета Тунберг напомнила нам, весь мир должен сплотиться не только во имя мира, во имя биоразнообразия и устойчивости климата, но и ради справедливости, благополучия человека и цивилизации в целом. Во многом этом, конечно, прежде всего важны факты. Если мы не можем с фактами согласиться, мы будем ввести к большему расхождению позиций, а не с ближением. Мы теперь стали уважать науку и научные достижения, но в то же время мы не можем добиться истины какой-то эксклюзивной. Мы не существуем больше в одномерном или двухмерном пространстве. Независимые критические отношения к действительности очень важны, будь мы говорим о лицензируемых в статьях научной науки, так и журналистских исследований, расследованиях. Да, всегда была пропаганда, которая формировала свои мифы, но до наступления цифрового мира с этим можно было справиться в том смысле, что образованная часть элиты общества, образованные элиты могли прекрасно распознать пропаганду, будь то во время избирательной кампании, будь то при формулировании вопросов, стоящих на повестке дня внутренней политики, вообще в демократическом обществе. Теперь у нас есть, вот мы полагаем, что общественность сейчас информирована, однако изменения действительно изменились, а не до этого изменились. С изменением печатного пресса это в целом расширило возможность генерировать информацию, однако образовательная революция все же позволила удержать эту холистическую точку зрения, потому что был авторитет источников знания, будь то отношение к политике, к науке. То, что сейчас мы видим, это размывание этого авторитета. Цифровая революция не только расширила доступ к информации, но и способность манипулировать, генерировать и фальсифицировать информацию, в то время как мы говорим о демократизации до самого низкого знаменателя, то есть это предполагает распространение любых знаний, без рецензии, без критического подхода, без проверки фактов, вообще без какого-то системного надзора, некой власти, имеющей на то право и квалификации. Кто-то думает, что это, мол, и хорошо, однако результаты, к сожалению, в последнее время не столь утешительны. Посмотрим, насколько это все вмешалось в политические структуры и как это впишет в выборы. Результаты, в одной стране, говорят, что более-менее информированное население, особенно с религиозных, политических, экономической точки зрения. Поэтому эффект умножения вот этих цифровых технологий, конечно, стали ими управлять, эксплуатировать, прежде всего, популисты и некие политические силы, без какого-либо надзора или даже без надзора цифровых корпораций. А теперь мы видим еще и внутри есть требования людьми, такими как Аверхопштадт, но также людьми подобными, экономистам Джозефом Штиглицем и другими экономистами. Мы видим требования, которые требуют, чтобы был некий регулирующий орган или саморегулируемый, если у нас нет регулирования со стороны государства, международного сообщества. Поэтому, однако, то, что произошло, у нас слишком сконцентрирована социально-экономическая, политическая власть в руках этих неизвестных, этих цифровых гигантов, то есть тех миллионеров, которыми управляют. И это совершенно подрывает политическую стабильность и вообще отношения между государствами. Время исходит. Процессы студентов, которые до этого не видны, это стали призывом к тому, чтобы политики стали немедленно обратиться к тому, что называется неотложный вопрос изменения климата. Мы сичем слышим, я бы назвала так так, у нас кончилась культура джентльменских соглашений, то, что нам нужно, обязательные и юридически обязательные правила. У нас есть инструменты принуждения к исполнению, будь то, когда мы говорим про права человека, про то, чтобы демократия делалась более ответственной, мир, регулирование действий мультинациональных корпораций или обязательность действий для сохранения земли и спасения климата. Иным способом невозможно добиться глобальной декарбонизации в 2050 году. Государства должны работать для того, чтобы электричество вырабатывалось не только от ископаемого топлива, такого как газ, нефть, но и возобновляемых источников энергии так называемым нулевым углеродным потреблением. Как Джефф Сэкс сказал, стоимость перехода на возобновимые источники энергии сейчас совершенно доступна. В силу этого и это и с финансовой, и с экологической точки зрения становится возможным. При этом мы говорим то, что есть, вот у нас будет паритет, в том числе с точки зрения ценообразования между возобновляемыми и невозобновляемыми источниками энергии. Разотраты едины. Вот это называется сетевой паритет. И мы достигли общего декарбонизации, которая позволит делать так, чтобы это стоило 1% от ВВП или даже меньше. Вот это и то, что называется вопрос декарбонизации, то есть отхаз от угольной дегенерации, обезграфичивания. Поэтому у нас впереди еще огромные трансформации, преимущественно в отношении экологического законодательства. прежде всего в самих США, несмотря на попытки Трампа противостоять этому. И он говорит, что, мол, рынок справится. Однако перед нами стоят угрозы не только изменения климата, но и отравления воды, отравления воздуха, проникновения везде микропластика, вымирания целых видов. У нас в Рио-де-Жанейро была программа 2020 года, сейчас программа на 2030, где есть цели устойчивого развития в то же самое время. У нас 1,8 миллиарда людей, которые являются непосредственно угрожаемыми по изменению климата. Если вы подумаете, что по большей части населения Земли живет на побережье, и при повышении уровня моря и океана и другие еще факторы глобального потепления, получат, что 1,8 миллиарда ныне живущих будут под угрозой. Однако через 10 лет у нас будет не миллиардов и 800 миллионов, а будет 2 миллиарда, которые будут под угрозой. Я упоминаю 1% глобального ВВП. Вот такова будет стоимость провести дегарбонизацию, то есть отказаться от кукольной... Ну так сколько вот это глобальное ВВП? Цифры поражают воображение, потому что мы все думаем о миллиардах или о миллианах, говоря про своих странах, или даже меньше цифрах. Однако глобальное ВВП это 2,5 триллиона, если мы говорим про долларов США. Простите, я тут ошибся, изменю, коррекция. 1 миллион триллионов долларов США, вот таков глобальный ВВП по расчетам. Однако для того, чтобы спасти планету, помимо вот этого 1% глобального ВВП, для того, чтобы добиться полной дегарбонизации, нужно 2,5% глобального ВВП. То есть нам нужен не 1% усилий, а усилий, равный 2,5% ВВП всего мира. Следовательно, нам нужно 2,5 триллиона США, долларов США, для того, чтобы не только провести дегарбонизацию, не допустить массовое вымирание видов, защитить цивилизацию, защитить и сохранить окружающую среду. Это ведь всего 2,5% от ВВП глобального богатства. Для того, чтобы спасти человечество, это то, что мы совершенно спокойно можем сделать, это доступно, это возможно, совсем не те масштабы, про которые нам до этого говорили. Поэтому изменение климата это определяющий момент нашего времени. И крайне важно, чтобы страны, сообщества, компании, все соединили усилия прямо сейчас, сейчас, не потом, не в будущем году, а сейчас, для того, чтобы что-то сделать. Времени у нас уже не осталось. У нас глобальная экстренная ситуация. Две страны уже объявили себя в ЧП, Британия и Ирландия. И во многом благодаря именно воздействию студенческого движения, который Грата Тумберг, девушка 16 лет из Швеции, она вот стала причиной этого сдвига парадигмы. Поэтому, если она может сделать, то и вы можете сделать. Поэтому времени у нас не осталось. У нас действительно чрезвычайная ситуация. Требуется беспрецедентное действие всех секторов общества. И в этом смысле, для того, чтобы ускорить исполнение соглашений между государствами по изменению климата, генсекретарь ООН Антонио Гутерреш проведет в сентябре специальный саммит, то есть встреча на высшем уровне, на который приедут главы правительства государств по изменению климата. И мы будем говорить о буквально выставке лучших достижений и лучших стремлений стран. Как они будут поддерживать повестку дня не только для того, чтобы добить цифры 2017 года по стучному развитию мира, но также дополнительные меры, необходимые для спасения человеческого общества и цивилизации. В действительности мы говорим, что это будут серьезные сигналы для того, которые позволят стремиться вперед и обществу, и гражданскому обществу, и компаниям, и экономике для того, чтобы допиться исполнения озерцелей и исполнить Парижские соглашения по изменению климата. Как указывает ООН, глобальные выбросы достигли рекордно высоких уровней и нет никаких признаков того, что мы допестили уже пика. Последние четыре года были самыми жаркими за всю историю наблюдений и температуры зимой в арктическом регионе повысились на 3 градуса по сравнению с 90-м годом. Выгибают коралловые рифы. Мы видим отрицательное воздействие на загрузнение окружающего мира, окружающего воздуха, здоровье человека и продовольственную безопасность. Последний анализ показал, что если мы сейчас начнем действовать, мы в течение 20 лет уничтожим выбросы углерода и добьемся снижения повышения температуры и, как наши ученые говорят, необходимо достичь уровня выше всего чем полтора градуса по сравнению с допромышленной революцией. В общей цитрате сказано про более подробно там написано мое выступление. Я также хочу сказать, что в отношении глобализации, особенно вот этих неолиберальных, у нас есть все более растущая конкуренция и соперничество не только между странами, но также и падает конкуренция в так называемых результатах концентрации рынка. Это в результате того, что крупные конкуренции просто пожирают малые компании до тех пор, пока не остается всего два игрока на рынке. Мы видим, например, это в цифровом мире и когда это происходит, какая тут конкуренция? Растут цены? Есть вопросы сговоров и новые предприятия не могут войти на рынок и мы видим снижение инноваций. Ничего хорошего в этом нет. Мы не можем допустить, чтобы у нас была концентрация рынок, в котором будут доминировать буквально малое число компаний, крупных компаний. Нам необходимо регулирование рынка, чтобы рынки были более открытыми, более конкурентными и больше разнообразными. То есть это регулирование не для того, чтобы ограничить рынок, а напротив, чтобы освободить рынок и сохранить открытость рынка. Поэтому Европейский союз, Европейская комиссия, особенно комиссия под руководством Маргарет Вестаджо, особенно сыграло большую роль в решении этого вопроса. И очень жаль, что другие страны серьезно не отнеслись к этому. Итак, рынки, которые, с одной стороны, были когда-то локальными или даже национальными, или региональными, становятся глобальными. И эта тенденция ускоряется, приводит, в том числе, к развитию электронной торговли, что приводит к замедлению на внутреннем рынке и реальной торговли. И вот эти цифровые компании, они снижают собираемость налогов, делают невозможным доступность бесплатного образования и здравоохранения. И, несмотря на все то, что у нас растет автомация, мы видим, что даже в развитых экономиках, вот несмотря на снижение безработицы, все же уверенность в доходах уже падает. И в то же время доля национального дохода, особенно в эру цифровых технологий, она растет, потому что мы видим увеличение автоматизации и применение искусственного интеллекта. В силу этого будет еще больше расти неравенство в мире, неравенство с точки зрения и дохода. Поэтому нам нужны новые подходы как к налогообложению, так и перераспределению богатства. Но это те феменомены, которые были на национальном уровне, стали теперь транснациональными, которые ставят вызовы не только в отношении между государствами и не только между корпорациями, но и между государственным капиталом, но и между самими государствами. С другой стороны, мы говорим про мульти многосторонность. И в действительности нам нужно работать над достижением устойчивого развития. Итак, сколько у нас осталось времени? Как долго у нас? Сколько у нас еще осталось времени? Хорошо. Позвольте все-таки подойти к заключению и высказать несколько финальных замечаний. пожалуй, все больше людей в мире осознает необходимость правовых механизмов и систем международного права, которые имеют все более всемирный, всеобщий масштаб. Очевидно, что на сегодняшний день только личный вклад каждого гражданина может и только он может способствовать сохранению пространства свободы в мире. Правительства должны действовать более оперативно и, безусловно, не ожидая еще несколько лет приступить к фактическому исполнению нормативных документов международного права. Совершенно недопустимо не реагировать на проявления экстремизма и в том числе исключительно устрашающих нас сегодня проявлений ксенофобии экстремизма. Мы понимаем, что примеры Махатмы Ганди, Нельсона Манделы должны освещать нам путь. И учитывая, что в ряде случаев приобретение демократической легитимности или, например, изменение, смена правительства, как это произошло, например, в Белграде, в Киеве, в Ереване, даже в Зимбабве, возглавлявшись президентом Мугабе, это очевидные события, которые диктуются неумолимой логикой истории. Многосторонняя дипломатия, гражданские сети, гражданственность в высоком смысле, и горизонтальные связи будут играть все возрастающую роль. Генри Киссингер говорил о необходимости для Соединенных Штатов играть роль уравновешивающей силы. И остается лишь надеяться на то, что мудрые слова, некогда заложенные в основу американской демократии, все-таки возобладают НАТО сиюминутными и зачастую довольно опасными устремлениями. В общем-то, никто из наших предков никогда в планетарном масштабе не жил настолько комфортно, насколько мы, если брать или рассматривать этот вопрос статистически. Однако мы не можем говорить о человеке и о человечестве в статистических терминах понимая, что этот относительный комфорт, который мы сегодня испытываем, конечно же, охватывает далеко не всех людей на свете. И поэтому, возвращаясь, например, к балканскому вопросу, мы видим в период перехода от коммунистического режима правительства зачастую меняются, уходят в отставку отчасти потому, что ожидания людей слишком высокие и люди не всегда могут им соответствовать. Кофи Аннонт сказал однажды, мы живем не в мире выигрыша или проигрыша, где победители получают все, а проигравшие ничего. международная политика может основываться только на принципах компромисса, разделенных ценностей плюрализма, солидарности, демократии и диалога, триумфа многостороннего подхода над унилатерализмом. Хартия ООН подписана в 1945 года, когда, между прочим, Лига наций все еще существовало, и мы знаем, что в мире произошло с тех пор, с 1945 года, последним генеральным секретарем Лиги наций был, кстати, ирландец, и он полагал, что Вторая мировая война могла бы не состояться, могла бы не разразиться, если бы 14 пунктов, изложенные Вудро Вильсоном, остались в основе международного взаимодействия. Не Лига наций стала причиной Второй мировой войны, а неспособность правительства внять требованиям и логике человеческого развития. В заключение я процитирую слова лорда Сесиля, который сказал при закрытии Лиги наций. Лига наций мертва, да здравствует Организация Объединенных Наций. И поэтому позвольте выразить надежду, что человеческая эволюция, эволюция нас, как биологического вида, будет в конце концов основываться на понимании всеобщего характера стоящих перед нами проблем и понимании абсолютного примата прав человека. Прав человека, который неотчуждаемый от нас, как от людей. 25 мая 1952 года при подписании Римского договора, который, как известно, сыграл колоссальную роль в конвергиции европейского государства, было сказано, что сегодня именно необходимость расширения нашей экономики, социального прогресса и совершенно новых условий промышленного и информационного производства, а также в первую очередь понимание безусловной ценности человеческой жизни, именно об этом должна посвящена глобализация, именно в этом должен состоять ее дух. Вы, как следует надеяться, как лидеры будущего дня, как поколение, которое придет нам на смену, должны помнить о том, что такие задачи стоят перед вами в масштабах планеты, в масштабах отдельной страны, в масштабах каждого города и муниципалитета. И та гражданственность, та гражданская позиция, которую вы несете в будущее, можно вспомнить, например, слова великих людей прошлого. Спасибо за внимание и всяческих вам успехов!